Питбайк На сегодняшний день питбайк считается не только отдельным видом спорта, но и подразделяется на нескольких соревновательных дисциплин. Наиболее популярными из них считаются кросс и суперкросс. И вот на протяжении многих лет спортсмены приезжают в горки Ленинские, чтобы показать свой мастер-класс и побороться за титул чемпиона. Организаторами гонки выступили Московская областная федерация технических и военно-прикладных видов спорта, Винновское станичное казачье общество и молодежный мото-клуб «Юность». Гонка посвящена памяти Владимира Николаевича Золотарева. Это прославленный гонщик и спортсмен, мото-кроссмен. И сегодня, собственно, здесь присутствуют его и ученики, когда-то с ним начинавшие, и, собственно, уже и дети даже этих учеников здесь сегодня будут выступать. Поэтому я надеюсь, это будет традиционное мероприятие. Больше ста человек разных возрастов приняли участие в зимнем командном первенстве по питбайку. Правила в этих соревнованиях очень необычные, поэтому и задача у судей была непростая. В этих соревнованиях не задача приехать первым. Здесь задача приехать двум спортсменам впереди. Потому что зачет в этих соревнованиях по второму спортсмену. Сам смысл гонки в том, что должны пересечь не спортсмены линию финиша, а именно транспортный средств, то есть мотоцикл. С каждым годом мотоциклетный спорт набирает популярность. Ведь рев моторов, жажда скорости и чувство свободы прельщает многих. За ходом гонки люди наблюдали с удовольствием и даже, несмотря на морозную погоду, не расходились. Очень масштабное мероприятие, конечно. И очень хорошо, что помнят этого человека великого. Это мой дедушка. Да. И я очень рад, что люди помнят о нем. И все больше и больше народ собирается. Среди участников были и женщины. Хотя в экипировке не всегда сразу и понятно, что перед вами представительница прекрасного пола. Ангелина Гончарова – одна из тех, кто любит адреналин. Недавно начали с мамой тоже эти публикации. И здесь очень круто. Второй раз на соревнования приезжаем посмотреть адреналин. Адреналин, как ты чувствуешь свободу, когда едешь. Все спортсмены смело боролись за кубок Владимира Золотарева. Но в итоге состязаний титул чемпиона заслуженно завоевала команда «Авантиз» из Москвы. Анастасия Воронина, Владимир Беженов, Елена Кошелева. Видное ТВ.